здравствуйте дорогие русичи и русскоговорящие мое имя дает ретона и я веду разговор с вами из риги из одиннадцатого этажа с простором поглядывая на могучую реку даугава мое искреннее желание с вами мысли поделить связано с тем что мы все предвидения грядущей мировой войны это навязанная война нам совсем не нужна и меня есть информация которая это безумие возможно в силах остановить я занимаюсь концептуальной научной деятельности и модель называется солнечная модель балтов это концепция которую можно найти на интернете на этой странице очень простая концепция 14 параметров которые создают мир и поднимают нас на следующий уровень благополучия любви и жизни в боге в божественном сочетании вещей это конечно если все эти 14 параметров поставить божественно мило и чтобы это нам удалось нам требуется быть полными энергии любви нам надо любви открыться и ее силу установить в этом мире это сила правды и пути света и желание моё сделать видео на эту тему как раз в том что у меня ведение русской стратегии и концептуального мышления после моего ознакомления с ведущими стратегами нынешней руси кажется недостаточно и я желаю тут принести свой вклад в этом случае я буду только сосредотачиваться на тех нынешних концептуалов которые легко доступны в интернете это евгений федоров из нода национальное освободительное движение и виктор ефимов это государственный аграрный университет в санкт-петербурге и и также петров из клуба концепция общественной безопасности очень привлекательно у евгения федорова в презентациях структурально сугубо важное решение создать суверенную государственность которой у нас в латвии тоже нету так как и наш центральный банк не было латвийской нации не нахожу русского слова не в руках латвийской нации и чтобы можно было руководить этим центральным инструментом который располагает всем спектром этим инструментом создания денег то есть обмена между услугами инструментом обмена между услугами и продуктами в стране конечно нужна другая конституция и конечно в этом очень важно создать внутри каждой страны концептуальные концептуальные структуры которые этим занимаются чем и благодарим Евгения Федорова концептуально важной работой чтобы мы освободились от гнета вашингтонского доллара который который вообще без покрыва какими-либо ресурсами это просто иллюзия и иллюзия и махинация которая привела весь мир в кризис и поэтому и мы все под риском третьей мировой войны так что в том смысле евгений федоров и национальное освободительное движение концептуально правы но если посмотрите встречу евгения федорова и виктора ефимова в интернете то мы видим что Виктор Ефимов из Санкт-Петербурга государственного аграрного университета ректор он предлагает использовать стратегии любви и отказаться от стратегии нападения и смертной казни и войны также очень интересный подход Виктора Ефимова в том что он использует тексты Пушкина Пушкин все таки тоже черпал свои апострофы из народных сказок и тут я перейду как раз к концепту общественной безопасности и персоне Петрова скоропостижно скончавшегося скоропостижно уже несколько лет назад в странных обстоятельствах и ни ни Ефимов ни Федоров не доходят до коренного они не черпают в углубь богодержавия коренного населения это концепции которую использует Петров концепция общественной безопасности довела до того что в последние годы своего своей жизни он создал также и видео где он участвует в ритуале староверов одевшись в народный арят и в глубоком богодержавии и вот это как раз и есть то что я чему я хотела призвать россиян российских концептуалов что мир этот только и ждет чтобы мы реализовали концепцию божественную тут на земле любви и благоухание для всех петров очень странно ликвидировали и по моему пониманию как раз по той причине что он добрался до сути дела что как раз аборигены до любого народа не лишь только русского так же и тут нашего народа латышского или балтута балтийского или сом швеции сомы или индейцы в Америке или любые другие аборигены, они сохранили те ритуалы, как быть в контакте с природой и в природе подключиться к Божественным силам и зачитать Божественный план мира и любви и используя эти ритуалы, черпаясь в природе этой силы, которая там дана, можно создать Божественную жизнь, Божественную систему мира и любви тут на Земле. И в этом смысле я поддерживаю Виктору Ефимову, что не нужны радикальные меры, мы можем найти путь мира и любви для любого индивида. надо выключить гнев, надо выключить ненависть, якобы они не существуют и найти мирное их, принимаемое решение каждому индивиду в нашем обществе и, конечно, поделить ресурсы Матушки Земли территориально приемлемо. Ведь такие богатства, которые вокруг нас, мы ведь так… природа даст балуюсь такими богатствами, надо их только принять и поделить. И не надо слишком много, надо достаточно. И чтобы хозяева в каждом месте были те люди, которые любящие и которые держат связь с высшими силами, и которые готовы поделить ресурсы со всеми вокруг, тогда и наступит Божественный порядок и времена. Не так это сложно. Будем любить друг друга. Божественный любец. Это начало всего – любовь. И наверняка и конец всего. Будем жить так, чтобы и в жизни любовь заполняла все, в чем мы, и в чем мы, и о чем мы. Это в наших силах. Это я делаю выбор. Я люблю. Это мой выбор. Это я делаю выбор, что я – Божественная сила. Я принимаю Божественный голос и выполняю план любви и блага. Это мой выбор. Это я могу сделать. Это вовсе не сложно. Так что, пожалуйста, милые россияне, мы тут сейчас в реке организуем хороводы к Божественному миру и приглашаем вокруг огня петь, танцевать вместе. Все этнические, эллигические группы регулярно будем держать мир. Да пусть будет мир и любовь. Буду. Поддержку. Божественную работа. Как и трех сложных лиц, тихий. На моем вершине петь. На моем вершине пиши. Продолжение следует...